Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня я вам хочу немного рассказать, что же такое чистка, зачем она нужна, откуда все это хозяйство берется, которое вредит нам, мешает нам жить, внедряется в нашу уже физическую реальность и всячески ставит палки в колеса. Вот смотрите, это модель человека, разумного. Вот, это мы, и когда у нас есть кокон, и когда мы нервничаем, разного рода негативим, наш кокон приоткрывается в разных местах, и, соответственно, все, что там сказали нам люди, пожелали плохого, все прилетает и попадает к нам уже непосредственно на наши энергетические тела и начинает работать. Проявляется в нашей жизни. Чем? Разными негативными обстоятельствами. То есть шла-шла я по дорожке, ножку подвернула, в больницу завезли, лекарств не оказалось, в итоге вывих там с отягощением каким-нибудь, и получается так вот цепочка за цепочкой цепляется, цепляется, цепляется. Кажется, банальные простые ситуации, а нормального выхода из них нет. Бывает такое, что даже нецеленаправленно люди конкретно не ходили, не делали вам никакого зла, но просто пожелали под определенным эмоциональным порывом вам чего-то плохого. И когда, и вот это все висит у вас, да, на коконе, маленькими лепешками, и когда вы начинаете нервничать, психовать, ругаться с кем бы то ни было, происходит такая ситуация, что кокон ваш, да, так же, как и здесь, в этих местах раскрывается, ну, в разных местах раскрывается, потому что там появляются щели, дырки, и, соответственно, все, что вот вам нажилали, начинает уже постепенно внедряться и проникать в ваши оболочки и, соответственно, вредить вам. Но это еще не самое страшное, что может быть, потому что у нас в поле, да, в коконе, могут быть еще разного рода подселения, такие, как вторые операторы, не знаю, слушали вы таких или нет, но на самом деле у человека бывают вторые операторы, демонические подселения, черти, бесы, рептилоидные подселения, разные инопланетные подключки. Не говоря уже об астральных сущностях, это такие, скажем так, небольшие, да, существа, они могут быть как пиявки энергетические, которые тоже садятся в разные места и провоцируют нас на определенного рода эмоции, и мы эти эмоции просто не можем контролировать, потому что они неосознанно дают нам определенный импульс, и мы бежим, выполняем их команду, даем им определенную порцию этой эмоции, допустим, негативной, или, допустим, женщина постоянно думает о мужчине, хотя у них уже там давным-давно разрыв, но она периодически возвращается туда, плачет, расстраивается, это все сидит астральная сущность и вот ее так вот теребит, ну давай, давай, я уже кушать хочу, и, соответственно, женщина неосознанно начинает рефлекторно вспоминать этого мужчину, испытывать те эмоции, боль, обиду, переживания, полностью погружается в эту эмоцию, выдает ее этой астральной сущности пиявки этой, она ее прекрасно кушает, ну женщина поплакала, успокоилась, завтра все нормально, она реально осознает, что, ну, ничего глобального не произошло, но был такой нервный срыв, а оказывается, эти нервные срывы провоцируют как раз-таки вот эти вот существа и пиявки, но это еще не самое страшное, в нынешний век современных технологий появились также технологии, которые также могут работать на энергетическом плане, это крадники, то есть в старину это называли вампирскими каналами, а сейчас это серьезные системы по откачке вашего ресурса, крадники могут быть разнообразные, могут просто на жизненную силу быть, могут быть на финансы, могут быть на удачу, успех, на красоту, молодость, здоровье, на притягательность, там женщин, допустим, популярность женщин в обществе мужчин, то есть поставили вам крадник, вы какое-то время там пользовались вниманием, и тут бац, неожиданно все, вас никто не замечает, а это вам поставили такую вот, грубо говоря, систему по откачке, вот ее внедрили вам сюда в кокон, и она вот так вот по отводу, по трубочке качает к другой девочке вашу красоту, притягательность, эта девочка радуется жизни, а вы, как полная дуреха, плохо не понимаете, что с вами происходит, все это крадники, и так, что же мы делаем, мы в общем пространстве, очищаем вас от любого рода негатива, то есть от порчи из глазов, причем рассказываем вам досконально, кто вам отправил эту порчу, приблизительный срок действия, описываем оператора, грубо говоря, да, кто это сделал, и неоднократно нам уже говорили о том, что да, люди вспоминают, что в это время были такие моменты в жизни, когда как раз таки это и происходило, также мы чистим вашу чакральную систему, не знаю, кто из вас знает, кто не знает, но человек по разным уровням взаимодействует с пространством, да, и притягивает разные энергии к себе, и благодаря этой энергии, которая проходит через разные чакры, человек может реализовываться в разных сферах, вот так же мы прочищаем вот эти вот все сферы, благодаря чему человек после нашей чистки в течение одного-двух месяцев полностью нормализует свое состояние, понимает, куда ему идти, чего он хочет, да, куда стремиться, и у него начинают складываться обстоятельства таким образом, что все его желаемое переходит в действительное, то есть у кого там с мужчинами не ладилось, все поправляется, у кого на работе были проблемы, проблемы, слава богу, гармонизируются, и люди выходят из них очень даже комфортно, жизнь в принципе налаживается, было даже такое, что я почистила девушку, у нее был заблокирован счет в банке, и блокировка была уже три месяца, там банк неожиданно этот счет заблокировал, и вот она три месяца морозила эти деньги, и даже не знала, вернуться они или нет, сумма была довольно приличная, около 5000 евро, через день ей после чистки пришло оповещение о том, что счет разблокирован, предоставьте, пожалуйста, данные о том, что это вы там, паспортные, прописку и все остальное, и, пожалуйста, забирайте ваши деньги, то есть представляете, насколько как бы круто это работает, довольно быстро, довольно мощно, также обрубаются все привязки, все каналы, любые подселения, которые вызывали вас негатив, злобу, агрессию, которые раздирали вас на части, то есть вы просто не понимали, куда вам идти, сегодня вам хочется одно, завтра другое, послезавтра третье, также ко мне мужчина обратился, говорит, я не знаю, что делать уже со своей женой, она неадекватная, спит с утра до вечера, наверное, уже пора разводиться, извините, на что я сказала, давайте мы ее почистим и посмотрим, он говорит, да, она уже 45 там разных увлечений перепробовала, я уже не знаю, сколько денег я на это потратила, мне уже просто страшно это считать, она уже там и массажистом, и маникюршей была, и ресницы наращивала, и что только не делала, сидит дома, балду гоняет, не может понять, чего хочет, спит с полдня, оказалось у девушки просто подселение, причем одна или две неупокойные души, которых вот люди просто не видят, но иногда чувствуют, что кто-то там сзади стоит, кто-то мешает, вот в принципе несколько этих душ вполне могут высосать ресурс человека до того, что вот он с утра уже просыпается, и никакой, не хочу ничего, никуда вообще не стремлюсь, мне ничего не нужно, одно желание поспать, и так мы вычищаем весь негатив, который вам когда-либо послали, убираем всех подселенцев, чертей, и всех остальных, негативных, которых там знаете, не знаете, не важно, убираем неупокойные души, прочищаем ваши чакры, чтобы взаимодействие ваше с энергией на всех планах, вашей реализации, в социуме, в личной жизни, в карьере, везде полностью шла так, как изначально заложено создателем, то есть на высшем уровне, после этого мы чистим ваш кокон, смотрим, есть ли на нем какой-то еще оставшийся негатив, который еще не попал в вашу оболочку, с кокона мы все убираем, счищаем, и соответственно сканируем ваше тело, и ваш кокон, все ваши энергетические тела, то есть у человека не одно тело, а много разных, и мы сканируем полностью эти тела, на любые кранники, вампирские каналы, и подключки, подключки могут быть некротические от мира мертвых, то есть когда человек, допустим, просто очень там привязан был к отцу, к маме, к мужу, к жене, к дедушке, к бабушке, и не может отпустить покойника, ну, все время возвращается к нему в мыслях, соответственно, он питает этого покойника, и он держится за ним, за человека, и питается его энергией, потому что ни туда уйти не может, ни здесь остаться толком, не может, то есть здесь надо как-то существовать, убираем подключки, и убираем также любого вида кранники, да, от любых других людей, возвращаем их просто обратно, то есть эта Маша уже не внедряется больше в наше пространство, потому что она сама себя кушает, надеюсь, понятно объясняю, так, восстанавливаем все, проверяем ваш род на наличие родовых проклятий, в любой сфере, если родовых проклятий нету, значит, все хорошо, если есть, мы их чистим, убираем, и также очищаем все это, после этого мы ставим защиту, и возвращаем вам все, что было потеряно, то есть все ресурсы, которые у вас изъяли, какие-либо люди, либо по какой-то причине вы там сами их раздали, бывает такое, что, ну, человек сам отрекается от многого, бывает в неосознанном состоянии, мы это все вам возвращаем, благодаря чему жизнь налаживается, все изменяется к лучшему, и вы можете зайти к каждому из наших специалистов, под фото, у нас есть инстаграм, вконтакте, любые соцсети, и там есть отзывы, которые, реальные отзывы реальных людей, которые вы можете прочесть, также можете задать вопрос нам, в этих соцсетях, мы ответим, мы никуда не пропадем, не переживайте, также у нас есть клуб, клуб духовного роста и духовного развития, где мы учим людей, как держать себя в осознанном состоянии, как не подвергать себя негативу, и как изменять свою жизнь к лучшему, поэтому прямо сейчас отправляйте ваши фото на диагностику, и мы с радостью расскажем, что у вас есть, и как это можно изменить к лучшему, ждем вас, пока-пока.